СССР Ну что, вы уже привыкли к тому, что я стал красно-синим. Я уже освоился в ЦСКА и пойдемте покажу вам нашу раздевалку. Перед тем, как зайти в нашу раздевалку, все журналисты обязаны запечатать свою обувь, чтобы в нашей раздевалке все было стерильно и чисто. Делайте и следуйте за мной. Уважаемые гости, после того, как мы запечатали ваши ботинки, прошу вас пройти в нашу раздевалку. Вот, собственно говоря, мой шкафчик. Здесь я сижу, рядом со мной сидит Иван Лазарев и рядышком еще наш капитан Виктор Хряпа. Давайте поближе узнаем, что есть в моем ящичке. Вот здесь специальная кнопочка, которая отвечает за кондиционер в нашей раздевалке. Я ответственный за нее и всегда ее включаю и выключаю. Вот, что еще? Тут, видите, у каждого игрока написано имя, фамилия, где он родился, имена детей и даты рождения детей. Видите, у каждого игрока есть индивидуальный коврик, да, с его номером и имя, фамилия. Также здесь на стене, если присмотреться, написаны все чемпионства ЦСКА, Евролигии, чемпионате СССР, чемпионате России, в Кубке России. В общем, во всех турнирах, где ЦСКА побеждал, все здесь написано, так что кто хочет, может ознакомиться. Есть у меня мотоцикл игрушечный, который мне подарил Паша Коробков из сериала «Сыны анархии», так как мы с ним вместе смотрели его. Вот, очень хороший сериал, всем рекомендую, у кого будет время. Игровые кроссовки, да, одни ходовые, на всякий случай. Что еще, у каждого профессионального баскетболиста должны быть перчатки, да, для тренажерного зала, потому что мы уделяем много времени этому, чтобы быть сильными и толкаться с соперниками на паркете. Также вот здесь у меня уже скопилась секретная информация, это наш скаутинг, да, с начала сезона я его складываю, чтобы посмотреть, сколько за сезон информации накопилось. Сейчас наш следующий соперник это Баскония, вот, собственно, есть про него, но я вам пока ничего не буду рассказывать, вдруг испанцы посмотрят игру и буду знать, чего от нас ожидать. Также еще здесь есть розетка, то есть пока ты доехал, потренировался, можешь всегда подзарядить телефон. Ну, а здесь, собственно говоря, тренировочная форма, очень много тренировочной формы, в чем хочешь, хочешь в тренажерный зал. Также с нами в раздевалке переодевается наш президент Андрей Владимирович, вот его шкафчик, но мы не будем там ничего трогать, потому что все-таки это некрасиво, и все-таки он босс, так что вот его шкафчик. Видите, у каждого игрока, даже у президента есть фотографии, копии с финала четырех, которые были в прошлом году, у меня такой пока нету, и у Джеймса тоже. Думаю, что в следующем году Николай, наш пресс-атташе, сделает на такую фотографию в шкафчик. Ну, а здесь, как бы, наша игровая форма, за нее отвечает наш легендарный массажист Аскер Борчо. Продолжаем наш репортаж из душевой ПБК ЦСКА. Здесь у нас есть специальная бочка, в которой во время тренировки, пока мы тренируемся, наши доктора подготавливают, наполняют ее ледяной водой. Потом, когда игроки приходят по очереди, то у кого есть желание, кому это необходимо, добавляют туда еще себе лед, чтобы было похолодней. И за счет этой процедуры буквально 5-10 минут ты сидишь в ледяной воде, и твои ноги как новенькие, ты готов еще тренироваться и работать. И очень удобная штука для восстановления. Вроде бы ничего особенного, а очень эффективно. На данный момент в раздевалке очень тихо, потому что еще ребята только начинают подходить. Обычно после игры тренировка здесь достаточно шумно, и главный человек, над которым больше всего шуток за то время, что я был здесь, это наш любимый доктор, который отвечает за наше здоровье, наш организм, обжалилов Роман Александрович. Бывают шутки жесткие, бывают добрые, но он все понимает, и в мужском коллективе это просто необходимо. Мы его уважаем. Ну вот наша экскурсия подошла к концу. То, что вам можно было посмотреть, мы вам показали, то, что нельзя было осталось за кадром. С вами был Семен Антонов. Любите баскетбол и болейте за ЦСКА. До новых встреч!